МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Привет! Это Удар головой. Если думаете, что это программа о Зените, зря. Это программа о том, что не нужно смеяться, когда наблюдаешь за тем, как горит соседский дом. Потому что искры от этого костра могут перекинуться на собственное жилище. Да, сегодня мы будем говорить о московском Спартаке, который считает себя главным оппонентом питерского Зенита и который также, как питерский Зенит, переживает жестокий внутренний кризис. Но об этом мы будем говорить позже. Прямо сейчас мы поговорим о событии, которые волнуют всех болельщиков. И Спартака, и Зенита, и новотроицкой Носты. Мы будем говорить о главном матче сборной России в отборочном цикле Чемпионата мира 2014. Этот матч будет показан уже завтра на телеканале Россия-1. И соперник у нашей команды очень грозный. Это сборная Португалии. Сборная Португалии, если вдруг вы не знаете, это чемпион мира по игре против Испании. На последнем чемпионате Европы, на Евро-20-12, испанцы смогли обыграть Португалию в полуфинале только в серии пенальти. О том, насколько это грозный соперник, говорит и рейтинг FIFA. Сборная Португалии третья команда мира. Россия занимает в этом же рейтинге 12 место. Друзья, кто считает, что Португалия третья сборная мира? Алексей, вы согласны с этим? Алексей Андронов самый дерзкий комментатор Российской Федерации. Наверное, нет. Потому что, честно говоря, как этот рейтинг составляется, это вообще большой вопрос. А я согласен. Игорь Порошин, креативный продюсер России 2 и патроны удара головой. Я согласен. Я готов это доказать, если вы мне дадите на это две минуты. Только две. Пожалуйста, к доске. Игорь Порошин будет нас посвящать. Друзья, прежде чем я проведу презентацию сборной Португалии, я хотел бы вас поздравить всех с тем, что сегодня Юрию Дудю исполняется 16 лет! И теперь Юра Дудь может не только вести удар головой, но и смотреть его. Потому что, как известно, до 16 лет... Юра, я от всей души поздравляюсь. Оставайтесь, пожалуйста, таким же солидным. И помните, что главная проблема наших голубых экранов в том, что не хватает очень футбольной аналитики. Спасибо. Помните. Итак, минута уже прошла. Сборная Португалии. Выдающаяся команда, полуфиналист чемпионата Европы, чемпион мира по игре с Испанией. Команда в Саку, которая, на мой взгляд, еще переживает свой пик и, возможно, лучшего своего достижения добьется на следующем чемпионате мира. Значит, в этой команде, как известно, знают дети, бабушки и котята, играет футболист номер два планеты Земля. Самый популярный футболист современности. Инопланетянин, согласно Жозе Мауринию, после последнего «Эль Классика», он сказал, что есть два инопланетянина. Это Месси и... Последняя классика закончилась со счетом 2-2. Лео Месси и Кристиана Роналду забили по-моему. Вторая группа игроков, я бы назвал их звезды футбола мирового, это прежде всего Пеппи. Центральный защитник. Человек, немножко склонный к каннибализму на футбольном поле, что было несколько раз зафиксировано, но один из лучших в своей профессии. Раз речь зашла о Пеппи, у меня вопрос к Ирине Шадриной. Ирина Шадрина, самая красивая женщина России, по мнению 146% вопросов. Ирина, скажи, пожалуйста, какие мужчины тебе нравятся больше? Варвары вроде Пеппи или нарциссы вроде Кристиану Роналду? Честно говоря, мне нравятся оба, потому что, насколько мне известно, они немного травмированы. Травмированы? Как-то да. У Кристиана что-то какое-то сильное растяжение мышц плеча, у Пеппи тоже что-то точно совершенно. Они будут играть все равно? Они будут играть, но тем не менее, ты знаешь, есть какой-то страх перед преодолением боли. В любом случае, они не будут идти там грубо играть в какой-то стык в любом случае. Ну а вообще, честно говоря, хоть Пеппи и Варвар, многие его склонны называть, но я не люблю смазливых красавчиков, честно. Хоть вы не любите смазливых красавчиков, но Игору придется продолжить. Один из тех, кого вы не любите, продолжим говорить. Пожалуйста. Два других парня, которые можно назвать звездами футбола, умирала сегодня, это Нани. Человек, который котировался, талант, когда я покупал МЮ практически одновременно с Кристиану, он котировался наравне, но, на мой взгляд, у него не такой чемпионский характер, как у Кристиану. У него есть некие трудности в МЮ, но это выдающийся футболист. И я провожу эту презентацию в жанре выставки-продажи, популярной очень в России. Дело в том, что португальским рынком очень интересуется один клуб, «Денис Санкт-Петербург». Поэтому я сразу же напишу для наших петербургских друзей, которые очень любят нашу программу, ценник. Вообще, рыночная цена футболиста Нани 35 миллионов. Это очень много. Но с некоторых пор «Зенит» считает ниже своего достоинства покупать по номиналу. Он покупает вдвое больше. 70 миллионов. Цена специальная для «Зенита», она же справедливая для любимого клуба Алексея Андронова «Анжи». 70 миллионов евро. Цена на футболиста Нани, который начинает состав в правой зоне нападения. Игорь, надо чуть шустрее. Да, значит, Фабио Контрау. Один из лучших своей профессий на левой бровке. Далее, начинаем заполнять клетки. Руй Патрисио. Вратарь. Вратарь. Вообще, у Португалии никогда не было выдающихся вратарей. Вот мне кажется, что этот парень может им стать. Его номинальная цена 15 миллионов, для петербургского «Зенита» 30. Вячеслав Малафеев не хочет продлевать контракт или «Зенит» не хочет. Пусть вот посмотрят. Посмотрят. Ребята, 30 миллионов. Игорь, финальная клетка, и мы должны закончить ваш доклад. Ну, хорошо, но... Значит, главное отличие... Скажите, пожалуйста, в чем, как, на ваш взгляд, состоит главное отличие сборной Португалии от сборной России? Андрей. Андрей Червиченко, самый яркий человек российского телевидения после Александра Бубнова вместе с нами. Андрей, ответите на вопрос, Игорь. Я постараюсь его обойти. Мне нечего сказать. Обойдите Бубнова. Я понял, что Игорь решил заработать посредством трудоустройства португальцев «Зенит» за хорошую, видно, долю. Не знаю насчет того, в каком месте располагается сборная Португалии. Третья, четвертая или пятая? Но точно сборная России не двенадцатая в мире. Она должна быть выше. Она должна быть ниже, если мы будем реально оценивать. И поэтому, что касается преддверия этого матча, я считаю, что португальцы во всех компонентах минимум в два раза сильнее нашей сборной. А теперь, внимание, правильный ответ. Дело в том, что в сборной России есть только один Игорь Денисов. А у сборной Португалии есть три Игоря Денисова. Они играют в центральной зоне. Это Жао Маутиньо, три опорника. Мейрелиш. Лучший друг Мигеля Дани из петербургского «Зенита». Вилозу, который располагается чуть ниже. На мой взгляд, Игрок любимого клуба Алексея Андронова «Динамо Киев». Игорь Денисов. Так бывает, когда ты много работаешь, ты думаешь, а Игорь Денисов много работает и хорошо работает, ты начинаешь думать о себе исключительно. Это случилось со всеми с нами. Случается случалось с Игорем Денисовым. Но дело в том, что Игорь Денисов не исключительно. Я хотел бы напомнить... Игорь, спасибо. Доклад Игоря Парус на сборной «Португалии». Мы прервались на самом важном моменте. Вот почему бредом является то, что сборная «Португалии» находится на третьем месте в рейтинге. Потому что не может быть третьей сборной «Мира» команды, в которой нет ни одного хорошего нападающего. У России нападающие сильнее. У Португалии нет центрального нападающего уже лет 10. Я вам назову команду, которая тоже нет центрального нападающего. Команда называется «Барселона». Слышали о такой? Что? Поэтому португальцы были без титулов, будут без титулов и останутся без них. И Барселона будет без титулов. И Барселона выигрывает. И депутирует Денис Мацуев, пианист номер один в России и болельщик московского «Спартака». Денис, скажите, пожалуйста, вы согласны, что сейчас худший момент для игры с «Португалией»? Я имею в виду ситуацию, в которую попали Игорь Денисов и Алан Загоев. Это самые яркие игроки этой сборной, и которые не играют в своих клубах сейчас. Согласен, что они не в самом своем пике и техническом, и душевном, но, знаете, у нас же все равно очень важные слова «авось» и, так сказать, «из последних сил» и так далее. Вы знаете, я уверен, что завтра мы поборемся во всех отношениях. И в критические моменты вы знаете, как ведут себя русские люди. Поэтому я верю. как требуют повышения зарплаты. А пока я вижу только это. Или пьют по ногам легионеров из Австралии. По лицу. Я тут отсутствовал какое-то время в нашей стране, но я слышал об этих всех скандальных ситуациях. Это не красит, конечно, футболистов. А скажите, как вы считаете, стоит ли ставить состав на этот матч Игоря Денисова и Алан Загоева? Ну, если он на тренировке будет выглядеть лучше своих оппонентов, почему нет? Андрей, вопрос к вам. Вы как-то год назад, когда сборная России руководила еще дико адвокат, сказали замечательную фразу «Адвокат выстраивает свою команду как дураков по росту». Есть ли у вас претензии к тому, как формирует сборную Фабио Капелло? Кого он вызывает? Может быть, кого-то он не вызвал? По кому у вас болит душа? Честно говоря, настолько мало еще было матчей, что я не накопил столько желчи в адрес Капелло, чтобы плеснуть ей. Надо посмотреть, на самом деле, два вот этих определяющих матча, я думаю, будет. Ну, даже с Азербайджаном нет, но с Португалией первый в Москве точно это будет такой некий, ну, не Рубикон, но что-то наподобие того. То есть будет понятно, за какое место мы будем бороться, за второе или за первое. За второе бороться, Андрей, мы не будем. Там еще Израиль подтянется. Да никто не подтянется. Какой Израиль? Алексей, у вас желчи есть всегда, вам ее даже копить не надо. Вы можете этой желчи сейчас метнуть Фабио Капелло? Нет. Вы довольны тем составом, который она определяет? для того, чтобы какую-то желчь метать, хотя я подозреваю, что если мы этот матч проиграем и не забьем, я уверен, что многие припомнят Фабио Капелло не вызов погребника, который забил ворота Челси, который забил сотый гол Рейдинга и который все-таки сейчас, как нападающий, является более результативным, например, чем Артем Дюба. Артем Дюба вообще не нападающий, насколько я понимаю, в последнее время. А кто у нас будет нападающим? Кокорин Ли Киржаков. Главный вопрос в матче против Португалии, как мы будем играть против Криштиану Роналду? О том, что это инопланетянин, говорит не только Жузе Мауринию, но и статистика, которая у нас на экране. В 2012 году Криштиану Роналду сыграл 45 матчей и забил в них 53 гола. Совершенно сумасшедшая статистика, мы подробно будем об этом говорить во второй части программы. А прямо сейчас нам поможет разобраться с тем, как играть против сборной Португалии наш новый гость. Сергей Дворенков, единственный российский тренер, работающий с заграничной национальной командой. Сергей Дворенков тренирует сборную Киргизии, и он специально прилетел сегодня к нам. Сергей, здравствуйте. С помощью этого планшета вы объясните нам, какой состав нужно выставлять на матч против Португалии. Мы с радостью послушаем. Объясните. Ну, в первую очередь, я отталкиваюсь от последней игры против Израиля. И здесь единственное изменение это Алан Загоев, который, я считаю, если находится в сборной и вызван на эту игру, независимо как бы от истории всех скандалов, которые были в последнее время связаны с Денисовым и с его красной карточкой, я имею до Алан Загоева. Считаю, что именно они должны составить середину поля, потому что от игры в центре зависит игра в атаке, а играть со сборной Португалии, какая бы она ни была, там, третья, восьмая или пятая, играть в Лужниках при огромном стечении зрителей. Я считаю, что нужно только показывать атакующий футбол, такой же, как был в последнем матче с израильтянами. Я правильно понимаю, что вот если что-то происходит с Киржаковым, то ставить вместо него никого не получится? Я не знаю, я считаю, что на сегодняшний день его желание и стремление играть в атаке лучше, чем у кого бы то ни было у нас в сборной из тех игроков, которых вызвали на этот матч. Сергей, никуда не уходите, мы поговорим о вас в одной из следующих частей «Удара головой». Сергей Дворенков, главный тренер сборной Киргизии, и его удивительная история будет чуть позже. Ну а сразу после рекламы мы поговорим о том, как же сдержать Криштиану Роналду и кто из игроков сборной России будет это делать. Это снова «Удар головой». Уже завтра мы играем со сборной Португалии. Александр Анюков, игрок сборной России, на которого выпадет основная нагрузка по сдерживанию Криштиану Роналду, одного из лучших игроков вселенной. Александр очень опытный игрок, он провел за сборной России 71 матч, но при этом мы про него очень много знаем, очень мало знаем и попробуем узнать о нем прямо сейчас. Один из наших сегодняшних гостей это Александр Тарханов, тренер, благодаря которому Анюков оказался в профессиональном футболе. Это было в начале 2000-х годов в Крыльях Совета. 99-й год был. Это был конец 90-х. Любимые времена Андрея Червиченко. Александр, скажите, пожалуйста, какое было первое впечатление, когда увидели Анюкова? Ну, здесь был такой момент, что меня пригласили тренеры юношеской команды, посмотрите, как раз выпускной год 82-й. И я поехал на футбол посмотреть юношей. Они мне рекомендовали троих футболистов, Анюкова в этой группе не было. После игры они мне подошли и говорят, кого из этих троих вы возьмете в команду. Я говорю, этих никого нет, я вот такого мальчика возьму. А чем он запомнился? Ну, как думал на футбольном поле. Хотя он был худенький, слабенький физически. Они мне тоже сказали, говорят, да какой он физически вообще слабый. Вообще никакой. Вы его откармливали после этого? Да, не, мы его готовили. Примерно так в большой футбол тоже попал Анатолий Канищев в свое время. Когда приехали просматривать другие... Ваш любимый тренер Газаев тогда подрабатывал тренером по прыжкам. Мы уже ушли, уже и прыжали. Вот так вот в другом месте. 18 пенальцев в сезоне. Он подрабатывал первое впечатление от общения с Сашей. Дыхание под водой. Алексей, это в другой раз как у нас очень скромный мальчик был. И сейчас, я думаю, тоже он скромный. Он не такой общительный. У вас другое мнение? Возможно, даже он на капитанскую повестку отдал, что нет такого общения. Капитан все-таки должен быть лидером. И он должен и с руководством, и с футболистами управлять. А у него немножко есть такая скромность. Еще вопрос. Александр Анюков уже имеет опыт игры против Криштиана Роналду. Он играл в эпическом матче России-Португалии в 2004 году, когда сборная России потерпела самое крупное поражение со счетом 1-7. Кто за эти 8 лет больше прибавил в мастерстве, на мой взгляд? Криштиан Роналду или Анюков? Не, ну Анюков тоже после этого вырос. Он сейчас уже играет как опыт футболиста и большой мастер. Но Криштиану просто они разное амплуа. Может, у себя Анюков был бы нападающим, может, еще бы еще. А так как он нападающий, нападающий все-таки все время постоянно забивать должен быть. Поэтому он все время совершенствуется. Денис, вопрос вам. Болельщик «Зенита» номер один Михаил Боярский как-то сказал то, что ему Александр Анюков напоминает Атоса, знаменитого персонажа «Трех мушкетеров». Вы не знаете, что он имел в виду? Страшно подумать, кто ему напоминает Портоса. Я помнил, но забыл. Это тот, который пошел на рыбалку и выкопал тысячу червей. Вот это, что ли, вы имеете в виду? Да, да, да. Кажется, над Михаилом Боярским еще никогда так не шутили. Это опасно. Я шучу. Я очень хорошо отношусь к Михаилу Сергеевичу. что он все-таки будут звать на концерты в Петербург после этого. Пожалуйста, да. Нет, я отношусь замечательно к Михаилу Сергеевичу. А как вы думаете, он, кстати, поедал до аккомпанемента вашего мастерства? Алексей, не перебивайте. Денис, так что он имел в виду? Он, кстати, закончил питерскую ЦМШ при консерватории, как пианист. Поэтому он... Все впереди у Михаила Сергеевича. Коллега? Да, абсолютно. Так что имел в виду Михаил Боярский? Кого вам напоминает Александр Унюков? Не обязательно из мушкетеров, из литературных персонажей. Вы знаете, на меня он производит впечатление такого, знаете, Кинг-Конга. Кинг-Конга? Да. Объясните. Ну, очень мужественный, решительный и особо неразговорчивый. И сентиментальный такой. Да, есть такой. А вообще он романтичный человек. Действительно, сентиментальный, Сьёш, представляете, смотрел, смотрел, как играет его команда, понял, что у соперника удалили не того. Думает, раз я такой романтичный, да я тоже удалюсь, уравняю составы. Ну, чтобы по-честному было. Правда? Это замечательный человек Александра самопожертвованный. Так оно и было, Игорь. Это было несправедливо. Давайте посмотрим на экран, где прямо сейчас появится небольшой сюжет о удивительных поступках в исполнении Александра Унюкова. Среди этих поступков... ...чем-то года пошел на спектакль приглашение в замок. Когда перед антрактом зрители стали аплодировать, Аняков решил, что спектакль закончился и ушел. Апрель 2007 года в компании с Денисовым и Аршавиным был отправлен дубль за нарушение режима. Причина – поход в ночной клуб после отбоя. Дело было в ночь перед матчем со Спартаком, проигранным в итоге с отсчетом 1-3. В мае 2011 года в матче против Томи, проигранном питерцами с отсчетом 1-2, получил желтую карточку за то, что вышел на поле с обручальным кольцом на пальце. В итоге пропустил матч со Спартаком. Март 2012 года отказался от капитанской повязки в «Зените», передав ее Вячеславу Малафееву. Сам Аняков объяснил решение некими личными причинами. Александр, какой вопрос? Как вы думаете, в чем мотивация Александра? Почему он отказался сам от капитанской повязки? Я уже сказал, что капитан все-таки это лидер, он должен общение иметь и не только с прессой, каждый должен иметь и в футбольной своей среде, и в команде, и общение с руководством, с главным тренером. Видимо, он почувствовал, что он этого не может выполнить. Может быть, тоже начали претензии к нему призвлять футболисты. Пойди туда, пойди сюда. После двух лет, как он был капитаном. То есть, два года все-таки он размышлял, капитан я или нет, а затем почему-то решил, что не капитан. Давайте снова попробуем связаться с... Капитан, но я думаю, ситуация с Игорем Денисовым вряд ли произошла. Потому что есть какая-то такая субординация. Игорь, вы можете себе представить, чтобы ситуация с Денисовым произошла при капитане Тимущуке? Я нет. Нет, пожалуй, нет. У нас на связи прямо сейчас из Самары родной брат Александра Анюкова Алексей Анюков. Алексей работает детским тренером в футбольной школе Крыльев Советов. Алексей, здравствуйте, слышите ли вы нас? Да, 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 слышу. Алексей, скажите, пожалуйста, кто любимый футболист Александра Анюкова? Кто любимый футболист? Я знаю то, что он очень хорошо относился и как бы ему помогал в основном в команде Крыльев Советов. Это вот Андрей Тихонов. И я вот когда с ним встречаюсь, общаюсь, он постоянно говорит только о нем. То есть вот так. А из таких вот великих, я думаю, но мы об этом не разговаривали, поэтому мне тяжело сказать. Алексей, такой вопрос. Сейчас Александр Анюков будет встречаться с Криштиану Роналду и проведет с ним на одном фланге полтора часа. Давайте представим себе ситуацию, что Александр и Криштиану встретились бы в вашем родном районе в Самаре. Как бы там приняли Криштиану Роналду? Набили бы морду Криштиану Роналду. Не, может быть ему не набили бы. Но это... Да я думаю, ну как бы встретим. Ну как звезду Навер. Он все-таки считается одним из лучших футболистов планеты. Алексей, скажите, пожалуйста, еще последний вопрос. Какие у вас были отношения в детстве? Вы старший брат Александра, вы дружили или или дрались? Какие у нас отношения? Ну близкие когда-то как родные братья. То есть когда я играл в футбол, когда он маленький был там лет пять, наверное, был. Он приходил ко мне на игры, на тренировки. Ну а когда он начал заниматься футболом, то есть на постоянном месте были. Объясните иногда, пожалуйста, почему он так редко улыбается? Редко улыбается? Да. Слишком серьезно знаю. Алексей Анюков, родной брат Александра Анюкова был с нами на связи из Самары. Ира, вопрос к тебе. Для полноты картины сейчас должен быть скайп с братом Криштиану Роналду. Увы. В крайнем случае с его подругой. Увы, мы не дозвонились до родного брата Криштиану Роналду. Ирина, вопрос к тебе. Александр Анюков делит с Игорем Денисовым первое место в сборной России по количеству произносимых слов. Тебя пугает мужчина, который молчат? Ну, честно говоря, я его не знаю как человека. Я глубоко убеждена, что возможно у него там, я не знаю, богатый внутренний мир еще что-то. Но честно, я больше люблю людей открытых, людей каких-то вот бескомплексов, людей самоиронии определенной. Не знаю. Я люблю каких-то вот таких, как Александр Анюков. И Андрей Червиченко. Мне кажется, что на самом деле при всей закрытости он очень добрый человек, мне кажется. Нет, это правда. Абсолютно. Это видно, что он очень хороший человек. Может у вас есть какой-то пример, Александр? Приведите какую-то историю из жизни, из вашей работы, когда Александр Анюков провел себя добрым парнем. Не, ну, во-первых, его все уважали и к нему относились хорошо. Несмотря на то, что ему 17 лет было, он как бы его сразу приняли в команду. Вы это знаменитые истории, когда он защитил Криштиану Роналду, когда он зашел во двор в Самару, помните? О том, как будут складываться отношения Александра Анюкова и Криштиану Роналду не в Самаре, а в Лужниках, мы узнаем уже завтра. Напоминаю еще раз, на канале Россия 1 прямая трансляция матча Россия-Португалия. Ну, а после рекламы мы наконец-то поговорим о московском Спартаке. Это снова удар головой. Этим летом московский Спартак возглавил Уная Эмери, один из лидеров новой тренерской волны Испании. Расчет был на то, что именно с этим тренером Спартак наконец-то сделает чемпионский рывок. Прошло 11 туров, и давайте посмотрим, что из этого получается. Вот турнирная таблица, в которой московский Спартак идет на шестом месте. У него 19 очков. Это на 7 очков меньше, чем у лидера Анжи. Это не такое большое отставание, но московские болельщики уже беспокоятся. Во многом они это делают... Вы не хотите о другой разнице сказать? Какой, Алексей? У Спартака всего на 4 очка больше, чем у Амкара. При несравнимых вообще бюджетах, позициях, тренерах. Об этом мы поговорим чуть попозже. Главная причина недовольства, которую мы можем наблюдать сейчас, заключается в поражении московского Спартака в дерби. В дерби против своего самого главного соперника. Спартак проиграл в эти выходные от ЦСКА со счетом 0-2. Ну а через несколько дней после этого на нашей коллеге с сайта livenews.ru выложили у себя на сайте следующее видео. Давайте его посмотрим. Это вечер после поражения Спартака от ЦСКА. Человек в кадре главный тренер Спартака Уная Эмери. Рядом с ним девушка, которая не является его женой. Какая разница, с кем Уная Эмери был в ресторане, Юра? Алексей, говорите. Ну мне, например, совершенно неинтересно лезть в белье Уная Эмери и выяснять, с кем он ужинал. Понимаете, здесь... Болельщики Спартака считают... Алексей, я абсолютно с вами согласен. В этом мы не собираемся обсуждать сейчас моральную сторону этого дела. Если хотите знать мое мнение, я вообще... Так что болельщики Спартака считают? Болельщики Спартака считают, что это одна из причин, почему у него не получается Спартака. Пусть приедут на базу, как приехали болельщики Динамо и там поговорят. С кем? С ним. И что они им должны сказать? То же самое, что динамовцам было сказано. Увидим в ночном клубе и дальше... Дальше программа уйдет с категорией 30+. Да, итак, друзья, мы не собираемся обсуждать моральную сторону этого дела. Я задам единственный вопрос по этой теме. Алексей просто сам встрял в разговор. Ира, если бы ты увидела такое видео, видео, на котором бы участвовал твой муж, ты бы смогла его простить? Хорошо, мы все-таки утверждаем, что это была какая-то там девушка Н. Мы это допускаем. Мы это допускаем. Друзья мои, но вы же... Сама мечтает оказаться, ну, в компании с тренером Энеми. Сергей Паук-Тройский. Я с вами не соглашусь. Сергей Паук-Тройский, кандидат в мэры Химок, лидер группы Коррозия и Металла и один из самых радикальных боевиков Спартака сегодня вместе с нами. Друзья мои, поймите, что ситуации бывают разные, и иногда человеку, которого ты любишь, ты можешь дать шанс и не раз, и два, и три, и пять, а кому-то и одного мало. Поймите, что тут ситуация, если действительно это имело место быть, то опять-таки мы не знаем их взаимоотношений в семье, мы не знаем, Я считаю, что если это видео появилось на портале Life.ru, естественно, ставят вопрос, кому это нужно? Кому это нужно? А там было видео с Карпиным в свое время, кому это было нужно? В смысле, оно появилось так же? Там же абсолютно точно так же после проигранного матча его друг и коллега Василий Уткин утешал в ресторане. Там уж точно было можно разобраться, кто где, потому что качество было хорошее. Подождите, а что с Карпиным на том видео делал? То же самое сидел в ресторане. Просто не с девочкой, а с мальчиком. Алексей, насколько я понимаю, Игорь хочет сказать очень простую историю. Есть группа людей, которым кажется, что против Уная Эмери сейчас начинается заговор. И как часть этого заговора люди звонят нашим коллегам и говорят, друзья, приезжайте сюда. Здесь Уная Эмери с девушкой. Если вы мне дадите 40 секунд, я объясню, что такое заговор против Уная Эмери. Алексей, именно поэтому мы решили показать это видео, потому что большому количеству людей кажется, что Уная Эмери сейчас хотят из клуба выжить. В том числе таким образом. Ни в коем случае не для того, чтобы обсуждать моральный облик. Я тоже бесконечно счастлив, что он здесь с девушкой. И я рад, если буду рад если это выглядел. Игорь, смотрите, как он взрослел. И там стоят с разных подъездов много очередей, каждый из которых заинтересован в разном. Это большое министерство Спартака. Игорь, сегодня не только день рождения Юрия Дудя, но сегодня и день разговора Уная Эмери с Леонидом Федуном, как мы знаем. Он вызван туда на высокий этаж объяснять, что происходит. У меня очень короткая история о тренере Уная Эмери. Я не специалист по испанскому футболу совершенно. У нас был однажды день, когда все комментаторы поменялись чемпионатами. Мне достался матч Барселоны-Валенсии. Он закончился со счетом 5-1. Я сразу стал вспоминать, в полюс Барселоны, я сразу стал вспоминать, кто же это такой. Мне коллеги говорят, да слушай, это перспективный. Я говорю, подождите, он с Шальки недавно играл, вы мне рассказывали, в одни ворота Валенсия выиграет. Валенсия вылетела. Потом она попадает на Байер, опять вылетает. Так где ж перспектива-то его? Сергей, я обращаюсь к Сергею Пауку Троицкому. Какое вы мнение о Наэме? Когда его назначили в вашу любимую команду, вы обрадовались или наоборот? Я считаю, что, допустим, весь менеджмент Спартака вообще, например, и 80% игроков, их нужно всех разогнать, чертовой матери. Что это за команда? Что это за команда? Да, да, да. Лучше даже всех разогнать, например. Что из себя представляет команда, например, сборщики каких-то регионеров, например, которые вообще не думают и не заботятся о престиже клуба. Что такое клуб? Это что такое? Это чистое искусство, где какие-то люди за бабло пинают мячи по типу Варшавина, который, например, с разными щеками бегает там, допустим, во время... Да, да, да. Ну, не важно. Мы говорим, за сборную России бегает. То же самое, что бабло идет, капает, например, и что-то здесь напрягаться, например. А вы как будете сейчас к митингу? Вот, да, да, готовимся. Поэтому, когда, допустим, это, ну... И что такое «Спартак», допустим, да, называется? Когда я начинал болеть за этот клуб, это был 77-й год, например, я в школу еще ходил, например, да, в 6 утра вставал и с мужиками стоял в ларьке, чтобы купить газету футбол-хоккей, например, да. Даже когда «Спартак» постоянно проигрывал, там, ССК, допустим, Динамо, тем не менее, и когда они забивали какие-то шайбы и мячи, например, для нас это был дикий праздник. Это были... А в чем разница сейчас? Только то, что... Это большая разница, когда мы говорим про Вторую мировую войну, когда немцы отступали, например, то там была позиция, позиция так, отступление побед, отступление побед. Но тогда было эти поражения побед, да, что люди боролись, там были дикие битвы происходили, да, они проигрывали, потому что... Сергей, Сергей, сейчас, секунду, секунду, стоп. ССК и Динамо, это всегда были карьеристы, например, которые косили от армии, например, получали там всякие квартиры, а Спартак ничего не получал. И мы, болельщики, всегда понимали, да, называется... Игорь, если вас станет Спартака. Да-да-да, мы, болельщики, всегда понимали, да, называется, что в Спартаке играют футболисты, хоккеисты, которые не карьеристы, которые там, это, выступают в клубе не за какие-то квартиры, например, хорошую жирную жизнь, например, да, которая предана клубу, которая... Это банда, одна команда, например, которые стремятся к победе, например. Поэтому, допустим, перед, допустим, Лукоилом, я бы хотел поставить такую вещь, например, да? Вот, например, когда мы начинали заниматься металлом, играть в группе коррозии металла, смотрите, какой был момент. Мы сами были металлистами, нас тысячу раз забирали в ментовку, мы объездили на электричках всю страну, например, сами все это весь прошли, поэтому могли честно играть в металл. Есть какой-то футболист, как вот по типу, с розовыми щеками, он не ездил, не ездил на выезда, на махаче не ездил. Мы поняли, Сергей, мировой рекорд, мировой рекорд по употреблению сону. Браво! Браво! Я умоляю, Сергей, я прошу вас, завещайте ваш мозг какому-нибудь видному медицинскому учреждению, какому-нибудь институту. Человек, который будет изучать ваш мозг, он точно получит Нобелевскую премию. Пожалуйста, сделайте. Я хотел бы, например, задать вопрос Денису Мацуеву. Денис, Спартак идет на шестом месте. Отставание от первого всего 7 очков. Но болельщики уже недовольны. У меня вопрос к вам, как к болельщику. Вам не кажется, что главная проблема у Спартака в том, что он находится в заложниках темперамента своих болельщиков. Абсолютно. И это тоже. Я болею за Спартак немножко позже, чем вы. С 1985 года примерно. И согласен с вами, что даже тогда, когда мы проигрывали, это всегда было бескомпромиссно. И даже мы в жертву, так сказать, внесли результат. Но всегда игра была потрясающая, от которой невозможно было оторвать глаз. Абсолютно с вами согласен. И сейчас, когда я вот улетал в Америку, за день до этого был Спартак Барселона. Вы знаете, даже там все равно, вот смотрите, прошло немножко времени, немного совсем времени, там, несмотря на поражение, все равно были какие-то интересные проблески игры. Я приехал сегодня из Нью-Йорка и вижу, что... Хотя между концертами смотрел по скайпу Спартак ЦСКА, естественно, между репетиций я вбегал в артистическую, включал, смотрел это все. Это печальное зрелище, безусловно. И от любви до ненависти опять то же самое начинается. Понимаете, болельщики, настоящие болельщики ждут от Спартака даже не результата, а вот того темперамента, как вы сказали, и того романтизма, который был, и которого мы уже ждем 10 лет. Игорь. 10 лет, как раз, нет результата. Я даже не о чемпионстве говорю. А я, кстати, считаю, что главная проблема не в чемпионате России, не в этой таблице. Таблица Лиги Чемпионов. А сколько там очков у Спартака? Там ноль. И первая в истории Селтика выездная победа в Лиге Чемпионов одержана Спартака. Да, Алексей, а вы видели, как Спартак играл с Барселоной? Да, видел. По-моему, это он делал очень хорошо. Вы не находитесь? По схеме 9-1. Все играют против Барселоны по такой схеме. Интер выиграл Лигу Чемпионов и Спартак забил два мяча. Юрий, вам хоть и 16, но а как же играл с Барселоной Рубин? Не вспомните? А он Рубин забил... Нет, он не играл. Он просто два автобуса из Казани подъехали. А здесь два из Москвы. Заняли ворота, а игроки пошли в бары барселонские. А здесь два из Москвы. То же самое все, абсолютно. В наших. Андрей, если у Найи Эмери не пойдет, стоит ли возвращать Валерия Карпина? Может быть, его стоит возвращать прямо сейчас? Ну что же у меня драконить это? Вообще, я думаю, проблема Спартака, даже вот предыдущий Денис сказал немножко раньше, вы говорите о болельщиках. Я думаю, что первые воспаленные мозги, которые подталкивают эту истерию, это ваши, журналистов. Всю вот эту истерию начинаете всегда вы. И вот журналистская братья, она не дает спокойно существовать Спартаку. То есть, если журналистов не станет, то Спартак станет чемпионом? Нет, я говорю о том, что первые, кто подогревает вообще эту волну, это она начинается от вас. Потому что на трибунах я пока не видел никаких ни протестных акций. От болельщиков особо не слышно каких-то эмоциональных выкриков. Ну да, поражение, да, проигрывает, да, игры нет. Нет, но вы толкаете, этот цунами начинаете, как бы такой раскол в земной коре, а потом уже идет волна, которая, да, потом переходит в... У нас есть... Да, теперь мы... А сейчас уже люди... Они и после меня будут. Вы видели, как с дерби люди уходили? Вы видели? Что мы вообще говорили? А Карпин? За 20 минут до конца. Нет, я думаю, что здесь ситуация, она ничем не поменяется. Тем более до конца этого половины чемпионата осталось 2-3 игры, как-то они уже доковыляют с Эмери, а дальше я не думаю, что... Вообще Спартак, я вот вчера задумался об этом, превратился из команды, ну, народная, пафосно слишком, но всегда в Спартаке была какая-то вот все-таки российская основа. И она, причем даже она располагалась все время посредине поля, то есть центральная ось. А сейчас у Спартака вообще россиян нет, ну, какие-то мальчики бегают, которые еще даже мужчинами не стали. И это, я думаю, самая главная потеря, не на что нанизать вообще все остальное. Друзья, Денис, вы пришли к нам в студию, дайте я вам задам этот вопрос, потому что тут я понимаю все вот эти настроения по поводу российских ликвионеров. Вы человек ездит по миру, вы знаете о существовании команды Арсенал, где англичан нету. Вы что, так же, вы так? Я же знаком со многими футболистами, известно, из-за этого. Тем более, вы что, так же страдаете из-за того, что в Спартаке мало россиян? Нельзя болеть за команду гдивегионера? Знаете, я объясню, почему такие вопросы задают. Вы знаете, центр поля Спартака, это Гаврилов, Черенков, Титов, Мостовой и так далее. Теперь этого нету. Не потому, что там играют не русские игроки, а потому что они не играют так, как все играют. Они закончили карьеру. Нет, нет, я говорю, потому что эти, которые сейчас находятся Дезуев и Кариоко, это люди, которые немножко созидают не на том уровне, не на том классе понимания Спартаковских передач и, в общем, мышления. Понимаете, это немножко другого уровня игроки, на мой взгляд. Очень хорошие, но в центре Спартака должны играть артисты, понимаете? И даже если это будут иностранные артисты... Абсолютно, понимаете? Паук, кто идеальный тренер Спартака? Человек, который выгонит всех иностранцев, например, и сделает такое, чтобы это банда была, понимаете? Мафия, например. И гитары просто. И наберет футболистов, которые сами раньше были футбольными фанатами, которые на сотни выездов и махачи ездили. Игорь, за вами очень страшный молодой человек стоит. Мне кажется, он сейчас за это разберется. Чуть осторожнее, хорошо? Тогда, ну... Тогда футбольная общественность может спрашиваться с игроков. А так с них спроса никакого нет, например, называется. Это просто, ну, какие-то дурачки, например. Солкашня будет по полю, бегать в своем. Я вам напомню, что ваш любимый нападающий всех времен и народов Анатолий Канищев играл и в Спартаке у Олега Романцева. И, кстати, там выигрывал, в отличие от сегодняшнего Спартака. И призывался в сборную тем же самым Олегом Романцевым. Что вы качаете головой? А то, что, Юра, ты говоришь про Арсенал, ну так ты опять передергиваешь. Арсенал, он построен на французской основе. Француз-тренер и основной костяк. Так, если бы в Спартаке был какой-то основополагающая нация, не русская, но хотя бы они понимали, что делать, и к ней добавляли что-то, согласен. А она, опять же, не посредине, она вот не поймешь где. Это культовая российская команда, например, она называет все москвичи и русские люди, они всегда врубались, дико болели за Спартак. Зачем нам нужна какая-то сборная солянка из каких-то наций? Ну тогда давайте сделаем один интернациональный Спартак, а один давайте сделаем хоть московский Спартак, где чтобы россияне... А вы теперь скажите хотя бы, ну, трех персонажей в середину под нападающими и назад трех россиян, которых бы Спартак русских мог убить. Вы теоретик. Если воля, воля, воля... Да не надо в воду лить на пустое болото. Трех человек, которые бы Спартак мог бы сегодня приобрести россиян. Александр, это я, я по вас пауков. Не надо, давай-давай. Ты да, подожди, я с теоретиком общаюсь. Рассказываю вам, значит, раз, Дмитрий Тарасов, это раз, Игорь Денисов, Игорь Денисов, воспитанник Спартака, не пойдет, я тебе сразу отвечаю. Что значит не пойдет? Ну я тебе говорю. Это вопрос контракта. И предложение. Да, и предложение. Дальше, Максим Григорьев, который уже вызван сборную России. Туда же вопрос. Туда же вопрос? Нет, я говорю, туда же. Трех не пойдет-то. Ну потому что. Ну, наверное, может, они тогда знают, как руководят Спартаком, поэтому не пойдут. Ну вот, поэтому и не пойдут. И третий, фамилия третьего, Алексей, и мы бежим на рекламу. Игорь Денисов. Нет, Игорь Денисов, Спартак, не пойдет. Алексей, это южное направление. Третий человек. Возьми, верните Дмитрия Торбинского, и то будет лучше. Вот он на меня смотрит, я вижу, и переживает. Дмитрий Торбинский смотрит на Алексея Андронова. Мы говорили о Спартаке, который живет в плену ожиданий своих болельщиков. А после рекламы мы поговорим об удивительном российском тренере, единственном российском тренере, который работает в заграничной национальной сборной. Никуда не уходите. Это удар головой. С нами снова Сергей Дворенков. Сергей Дворенков единственный человек, который прилетает в Москву рейсом Бишкек-Москва и возвращается этим же рейсом обратно. Сергей Дворенков главный тренер сборной Киргизии, единственный российский тренер, работающий с какой-либо национальной сборной. Сергей, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Расскажите вашу удивительную историю. Как вы оказались в Киргизии? Ну, наверное, случайно именно я оказался в этой стране. А то, что стал работать тренером национальной сборной, в общем-то, был назначен пока, так правильнее сказать, потому что первый матч у меня только 6 февраля будущего года. А сборная Киргизия отдыхает пока? Она не отдыхает, но пока не собиралась еще под моим руководством. На Кубке Содружества познакомился с президентом клуба, футбольного клуба Дордой, в котором я работаю пятый сезон. И получил от него предложение, пообщавшись, получил предложение приехать и попробовать начать работать. Проработав несколько месяцев, мы подписали контракт, и вот пятый сезон я работаю в этом клубе. Вы пять лет живете в Киргизии, значит, вы пережили в этой стране революцию. Причем революцию довольно-таки кровавую. Вы находились в Киргизии, когда там были... Я живу недалеко от центра, где происходили все эти события. И, конечно, я не был там, в центре событий, потому что я гражданин другой страны, и, честно говоря, на тот момент я даже не понимал, почему это происходит. Но выстрелы, изрывы я слышал, потому что это было не так далеко от моего дома. Семья ваша тоже там была в этот момент? Нет, семья на тот момент, слава богу, там не была. Да, сейчас она находится со мной, жена была в положении, ждала ребенка, второго ребенка. У нас сейчас дочке полтора года, и в тот момент она находилась в Москве. Рейтинг Киргизии в рейтинге FIFA, сегодня, возможно, первый выпуск «Удара головой», где мы так много об этом рейтинге говорим, 198-е место. Сергей, вы стали... О вас многие вспомнили в России после прекрасной истории про сникерсы, которые вы выиграли, насколько я понимаю, благодаря Андрею Аршавину. Расскажите эту историю. Да, не благодаря Андрею Аршавину, а благодаря, наверное, спору по поводу Андрея Аршавину. Просто после выступления нашей сборной на последнем Евро, и особенно поведение многих наших игроков, и в частности человека, которому доверена была капитанская повязка, и после всех вот этих его выступлений, и вообще игры невзрачной, и всего остального... Выступление, вы имеете в виду, это ваши проблемы? Выступление Аршавина за сборную. Когда все ждали назначения нового тренера, я поспорил со своими коллегами, что первое, что сделает любой тренер, нормальный, придя в сборную, он не возьмет Аршавина. Под любым предлогом, но не возьмет. Ну, а споры на сникерс – это просто такая традиция в нашей команде, в клубе, в котором я работаю. Ребята между собой спорят именно на это, ну, для смеха. Кто сколько забьет, кто сколько отобьет пенальти, если это касается вратарей. Андрей, 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 на что спорят футболисты в российских клубах? На 100 долларов. 100 долларов. А вы на что, досунул 100 долларов? Сколько там было сникерсов в коробке? Да на один сникерс просто это было... Ну, на что-то поспорить, чтобы доказать, что, как бы, окажешься в итоге прав. А, Сергей, вопрос главный к вам, в том числе, за которым вас к нам позвали. Почему вы единственный? Почему российские тренеры не работают за рубежом? Ну, я могу сказать про себя, что вот у меня было желание всегда работать, когда я начал свою тренерскую деятельность. Это было уже 18 лет назад, начиная с детской спортивной школы здесь, в Москве. И я всегда стоял перед собой цель постараться выбраться на какой-то профессиональный уровень. Чем выше, тем лучше. И несмотря на то, что это Кыргызстан, я согласен с Алексеем Андроновым, что вот эти цифры рейтинга, это, ну, как бы показатель, конечно, но какой-то условный. Потому что, например, 198 место рейтинга сборной Кыргызстана только лишь из-за того, что она практически не играет, кроме каких-то официальных матчей. А их очень мало. И возвращаясь к тому, что я начал про свою тренерскую карьеру, когда мне предложили работать в высшей лиге, пусть это была Кыргызия, но это команда высшей лиги главным тренером, я с удовольствием согласился, потому что считаю, что откуда-то надо начинать, от чего-то надо отталкиваться. И что касается российских тренеров, которые работают, которые мало нас, которые не работают, да, ни в сборных, ни в клубах даже у нас в стране. Но я считаю, может быть, это или недоверие, или какая-то мода, или желание руководству клуба показать, что мы вот купили такого тренера с таким-то именем. Юрий, вы, кстати, неправду говорите. Российских тренеров достаточно много работает, просто не в сборных. В том же Казахстане регулярно работают российские тренеры. Мы, во-первых, сейчас говорим именно про сборные, но в целом, если обсуждать, проблема чуть шире. Алексей, вы согласны, что... Понимаете, со сборными большинство стран стараются все-таки ставить своих. Вот сейчас открыт вопрос, кто будет будущим тренером сборной Украины. Ну, о чем все говорят? Что не надо никакого липи, пусть будет украинец. А с клубами работают, он в Финляндии, Алексей Еременко работает, если вы помните такого футболиста. Да, это отец братьев Еременко. Да, и работает, кстати, достаточно успешно. Команду из Крохотного города держит... ...который работает в лучших десяти лигах мира. Вот хоть одного за последние сто лет. Игорь, откуда этот снобизм? А почему они должны быть? На основании чего? Почему Денис Мацоев должен летать в Нью-Йорк? Почему работают поляки, венгры работали, югославы, хорваты, всех? Где работал венгр в последние годы, напомните мне? В немецких командах в 70-е годы. В 70-е годы. Они строили величие немецкого футбола. 40 лет назад. Ну, при чем здесь это? Ну, они работали. Ни один русский нигде не работал. Анатолий Бышевиц работал с Моритиму. Он открыл миру Пепе, Дани, и еще скоро выяснится, что Кристиану Роналду. Может быть, и Америку. Америку, безусловно. Я могу к этому добавить, что до меня как раз пробовали своих специалистов в национальной сборной. Но, к сожалению, может быть, это касается именно этой республики. К сожалению, национальные свои специалисты внутренние чересчур подвержены давлению с разных сторон. То есть им звонят и говорят, кого ставят состав? И в сборной я был свидетелем, поскольку в клубе, где я работаю, это на сегодняшний день сильнейший клуб. Последние пять лет три раза чемпионы, три раза обладатели кубка страны. И на азиатском уровне хорошо играет. Хочу сказать, что необъективный основной состав и необъективное приглашение в сборную в предыдущие годы действительно не самых сильных футболистов, видимо, заставило Федерацию пойти на этот шаг. Давайте посмотрим. Мы сказали, что сборная играет мало, кроме официальных игр. У сборной нет денег, что ли, чтобы на товарищеские игры летать? Вы знаете, в Азии совсем другой подход. Деньги есть, все есть. В Азии совершенно другой подход к товарищским матчам как клубов и официальным, как клубов, так и сборной. Например, могу такой пример привести, что клуб чемпионов страны не участвует в Азиатской лиге чемпионов, в отличие от Европы, в котором участвует на начальных стадиях любой клуб. Давайте об этом поговорим потом. Сейчас на экран занимательная информация о российских тренерах, которые работали в иностранных сборных. С 88-го по 90-е годы возглавлял сборную Кумеруна Валерий Непомнящий. Впервые вывел африканскую сборную в 1-4 финал. Анатолий Бышевец, один из лучших друзей Алексея Андронова, с 94-го года по 97-е возглавлял сборную Южную Корею. Это Владимир Сальков, который в период с 2000 по 2001 год тренировал сборную Узбекистана. Евгений Рогов три года возглавлял сборную Центральной Африканской Республики и вывел сборную Алжира, между прочим, на чемпионат мира. Достижения, которые убеждают в вашей правоте. Действительно, выдающаяся тренерская школа в России. Я безо всякой иронии об этом говорю. Кстати, в списке не хватает Юрия Семина, который работал в Новой Зеландии со сборной. Денис, у меня вопрос к вам. Вы очень востребованы на Западе. Востребованы на Западе и русские дирижеры. Давайте считать, что дирижеры это что-то вроде тренеров в музыкальном мире. Объясните, почему не востребованы русские тренеры? И в сборных, и в клубах. Сложно сказать. Мне кажется, и языковая проблема. Потому что, когда приезжают в нашу сборную или в клубы, всегда есть переводчик и так далее. Никто на это глаза не смотрит. Никто на это внимания не обращает. Но, мне кажется, вы знаете, тренеры-то есть. Но они просто, как говорится, не засвечены и не раскручены. Не раскручены на Западе. Они не в индустрии. Потому что это тоже своеобразный шоу-бизнес. Потому что в это вкладываются огромные деньги. Они должны постоянно мелькать везде. Они должны постоянно давать интервью. Они постоянно должны быть... А почему этого не происходит? Тот момент, наверное, когда открылся железный занавес. Наверное, в этот момент... Вы сказали про языки. Вы сказали, языковой барьер. Что мешает русским тренерам учить язык? Кстати говоря, по-моему, в свое время Олегу Романцеву предлагали депортиво возглавить. Да, отказка по мнению Олега Романцева. Никто больше никогда об этом не говорил, кроме Олега Романцева. Ну, может быть. Дело в том... Тот, а почему вы так удивляете? Вот приходит Розетти ко всем и говорит, вы хотите русских судей? Розетти – итальянский шеф судейского корпуса российского. Судей на чемпионатах мира и на чемпионатах Европы. Да, очень хотим. Только не Вилкова и Мешкова. Но проблема в том, что они не говорят ни на каких языках. Поэтому их нельзя никуда пустить. Почему так происходит? Почему судьи вас не удивляют, а тренеры удивляют? Андрей, почему так происходит? Почему то, что машины наши не ездят, не удивляют, а тренеры опять удивляют? Я думаю, вашей квалификации не хватает. То есть квалификации выучить язык? Язык в том числе. Но в первую очередь футбольные квалификации. Знаете, я хочу сказать несколько слов. Знаете, вот про дирижеров, когда вы сказали. На недавнем совете по культуре предпрезиденте я назвал такой случай, что все мы восторгаемся Барселоной, Манчестер Юнайтед, Ювентус и многие-многие другие клубы. А наши лучшие оркестры и дирижеры – это и есть Барселона, Манчестер Юнайтед, Бавария и Челси. В рейтинге, если бы он был в так называемом рейтинге, мировой таблицей, понимаете? И если бы многие из них были бы футбольными тренером, может быть, Гергиеву, Чемерканову и Спивакова… Может, Гергиеву возглавит Спартак? Конечно, хорошая идея, но, наверное, все-таки… Игорь, вы посол Италии в программе «Удар головой». Вы вместо матча Спартак-ЦСК смотрели, насколько я знаю, матча Пескара-Лаццо. Хорошая шутка. Игорь, скажите, пожалуйста, итальянские тренеры очень востребованы в мире. Они одни из самых востребованных. Из какого материала они сделаны? Почему так происходит? Они дышат воздухом конкуренции, интеллектуального соревнования. Это самое главное. Это то, чего нет абсолютно в России, во всяком случае в футболе. Вообще, я попробую впервые в этой программе сказать что-то, не улыбаясь. Вообще, мы раньше любили говорить, льстить себе тем самым, что мы бедные, но умные. Это не так уже. Мы уже не бедные, и ни хрена мы не умные. Мы живем в ситуации интеллектуальной катастрофы. Абсолютной. Любую компанию, какую вы не возьмите, что нужно сделать вице-президентом, назначить иностранца, чтобы организовал все? Хоккей. Это наша игра. Да мы канадцы любим. Плей-офф прошлогодний. Шесть иностранцев. Шесть. Скоро в Чапаево нас будут иностранцы учить играть. На балалайке играть. Это интеллектуальная катастрофа. Мы не пишем книг, которые читает мир. Мы не снимаем фильмы, которые смотрит мир. Мы не производим интеллектуальных ценностей. Наша наука, к сожалению, неконкурентно способна. Мы не производим на сегодняшний день. За исключением единственной индустрии музыкальной. Здесь мы держимся. Здесь мы молодцы. Это единственная среда, где Россия конкурентно способна. Это музыкальная. Прекрасная позитивная концовка. Это было время моих коллег. Помимо всего прочего, нужно еще отметить, что нашим-то тренерам сейчас особенно незачем ехать за границу, потому что здесь платят больше. Какой смысл туда ехать? Это было время моих коллег Алексея Андронова, Андрея Червиченко, Игоря Порошина, блистательная Ирина Шадрина и Дениса Мацуева. Это был «Удар головой». Смотрите нас каждый четверг. Ну а завтра ни в коем случае не забудьте посмотреть на «Россия-1» матч «Россия-Португалия». Увидимся через неделю. Пока. Субтитры подогнали Симон.